Русский мир После большевистского переворота Москва вкладывала немалые деньги в пропаганду, массово публикуя в западных СМИ, как сейчас говорят, фейки о новом рае на земле, который строили на территории бывшей Российской империи. Вот только жители этого коммунистического Эдема западные прессы не читали и, оказывается, не знали, как им повезло. После первой волны эмиграции бегство за границу в 20-х, начале 30-х годов приобрело массовый характер. Москва теряла кадры и репутацию. Ведь сбежавшие рассказывали о жизни в советском раю совсем не то, что печатали в западных СМИ за деньги большевиков. Поэтому 9 июня 1935-го на советской границе появится еще один замок. В СССР вводят смертную казнь за попытку сбежать за границу. Причем вышка грозила не только беглецам, а и их родственникам, которые о побеге даже не помышляли. Людоедская логика Москвы решил сбежать, возможно, тебе даже повезло, тогда мы расстреляем твоих родителей. Вообще большевики очень любили смертную казнь и с удовольствием пользовались этим видом наказания. И вот вам исторические факты. Расстрельная команда. Овеяна ореолом таинственности. Шокирующие детали за кулисье смертной казни в Советском Союзе. Как центральный комитет. И лично дорогой Никита Сергеевич приказал, так и сделали. Эксклюзив программы признания осужденного к расстрелу. Конвой уже приехал за мной, чтобы забирать. Мы нашли того, кто отдавал команды спустить курок. Такие тюремные камеры называли бункерами. Что здесь происходило, было одной из самых больших тайн Советского Союза. Сюда попадали люди, оказавшиеся в шаге от смерти. Те, кому судьи уже вынесли вердикт. Казнить нельзя помиловать. Процессы казни советская власть поставила на настоящий конвейер. Улица Липская в Киеве. В 30-е годы ее называли самой длинной улицей в мире. Ведь по Липской иногда можно было пойти в одну сторону и никогда отсюда больше не вернуться. В доме номер 16 находилось печально известное областное следственное управление карательных органов НКВД. Непосредственно здесь было одно из мест расстрелов по Киеву. В расстрельных подвалах уничтожали людей, арестованных в период Большого террора. Подземелья, где убивали так называемых врагов народа, не сохранилось. Их замуровали. Остался только старый вход. Так коммунисты прятали следы своих преступлений. Выводили в коридор и выстрелом в затылок убивали. После Второй мировой смертную казнь в Союзе отменили, но ненадолго. Для тоталитарных государств вообще характерна тяга к жестоким уголовным наказаниям. Это инструмент принуждения и страха. Расстрелы понадобились и Никите Хрущеву. Мы так ухнем, что больше не будешь ухать. Хотя он и считался главным борцом с культом Сталина, но сталинских традиций, как удержать власть, менять не стал. Дело Файбышенко, Ракотова и Яковлева прогремело на весь Советский Союз. Их поймали при покупке валюты. На руках могли бы только рубли. Все остальное вне закона. Им дали по 8 лет. В общем, срок заметный. Но Никита Хрущев в 1961 году съездил в Берлин. И вот ему кто-то пожаловался, что, дескать, такого черного рынка, как в Москве, нет нигде в мире. Хрущев, разъяренный этими словами, приехал в Москву и приказал пересмотреть дело. Дело пересмотрели так, что 8 лет обернулись вышкой. Казнь всегда проходила в условиях строгой секретности. Овеяна ореолом таинственности. Александр Саинчин много лет работал в уголовном розыске. Говорит, существовал тайный приказ, доступ к которому имел очень ограниченный круг людей. Как только суд выносил решение при СССР о смертной казни, то человека переодевали в специальную робу. Его конвоировали только в наручниках. Ему заменялся спецконвой, и его переводили в так называемый спецблок. Расстрелы производились в особых камерах. Существовали и особые расстрельные команды. Чем занимаются эти люди, не знали даже родные. Исполнителем приговора, как правило, был офицер из отдела, занимавшегося боевой подготовкой при управлении МВД. Когда переводили из камеры в этот кабинет для расстрела, люди с ума сходили, не выдерживала нервная система. Некоторые сидели прямо за секунду. Ни один из советских генсеков в эффективности высшей меры наказания не сомневался. За так называемые политические преступления, кто дошел против системы и преступления против государства, но расстрелять могли и за преступления в сфере хозяйственной деятельности в те времена. Одно из самых громких таких расследований – дело директора Елисеевского гастронома в Москве Юрия Соколова. На суде он стал называть имена своих покровителей, а это было лишним. Этот момент показан в сериале «Дело гастронома номер один». Мною передано Московский городской комитет партии денежных сумм в размере 72 тысяч рублей. Почему советская номенклатура добивалась наивысшего ранга расстрелов для своих друзей и коллег? Чтобы нить не повела к ним, чтобы обрезать нить. И тогда спешили с расстрелами, что и произошло с директором гастронома московского. По одной из версий, после приговора Соколова даже не повезли в камеру, расстреляли прямо в машине. Мы обнаружили интересную деталь. Последний смертный приговор в Советском Союзе был исполнен в Киеве, в Лукьяновском следственном изоляторе. В этой средней школе в конце 80-х внезапно начали умирать ученики и учителя, вроде бы от тяжелого пищевого отравления. Кто-то вспомнил, что школьная медсестра тоже недавно умерла. Это заставило провести ее эксгумацию. Результаты шокировали. Обнаружили отравление таллием. Продукт, который убивает и убивает очень незаметно. Он очень токсичный, а кажется, что человек умер от естественных причин. Следователи проводят обыски. Опасное вещество находят у Тамары Иванютина из школьной посудомойки. Иванютина убивала тех, кто не давал воровать продукты или просто ей не нравился. Одно из первых отравлений, которые она совершила, было направлено против шестиклассников, которые не хотели расставлять стулья после еды. Всего на ее счету 9 жертв. На суде она сказала, что не признает вину и что у нее еще вся жизнь впереди. Как раз собиралась купить новую Волгу. Иванютина не понимала, что жить ей оставались считанные дни. Ожидание смерти было для осужденных хуже самой смерти. Мы нашли человека, который все это пережил, но уже во времена независимой Украины. Винницкое учреждение исполнения наказаний номер один. Здесь отбывает пожизненный заключенный, которого в 90-е приговорили к смертной казни. Но в день, когда за ним прибыл конвой для расстрела, получили сообщение – в Украине на смертную казнь введен мораторий. Игорь Трубицын был осужден за двойное убийство, как тогда говорили, во время стрелки с конкурентами по бизнесу. Он ждал исполнения смертного приговора почти три года. Тебе дали смертный вырок, все. Ты уже считался списанным человеком, и к тебе отношения было совершенно никакое. То есть к собакам лучше относились, чем к тем, кто был приговорен к смертной казни. Никто из приговоренных к смертной казни не понимал, как все должно произойти. Но благодаря чуремной почте об этой тайне за семью печатями смертники догадывались. Осужденного выводили из камеры под вымышленным предлогом. На больницу, на административный корпус, чтобы человек не паниковал, ничего. Ну а там уже я не знаю, как они отдавали конвою. Может быть, просто тоже говорили что-то, что тебя переводят, возможно, на другое учреждение и так далее. Такая же участь ожидала и Игоря Трубицына. Но в последний момент вышку отменили и позже заменили пожизненным. Смертная казнь в Украине остановилась на нем. Конвой уже приехал за мной, чтобы забирать на исполнение. И в этот же день пришли бумаги на введение моратория. В этот день. И он уже шел за мной, а со спецчасти бежала женщина и говорит, вернитесь, бумаги и все, не выдаем никого. Смертная казнь все еще существует в Китае и США. В Европе же единственной страной, где выносят смертные приговоры, остается лишь Беларусь. Олег Алкаев в 90-х был начальником Минского СИЗО. Он открывает жуткие подробности работы белорусской репрессивной машины. А для родственников они же не знали ничего. И для них одна фраза была, он был по приговору. И где его расстреляли, когда им не сообщалось. В апреле этого года руководители двух фракций Госдумы предложили вернуть смертную казнь и в России. Колесо истории вращается в обратном направлении. Встающий с колен диктатуре снова нужен инструмент принуждения и страха.